привет народ с вами варчик 18 числа выходит 2 бета сезон ранговых боев поэтому поговорим что же там изменится и что ожидать в лучшую ли сторону катится варгейминг в ранговых боях либо же нет итак начнем с того какие проблемы были основные в ранговых боях в первом бета сезоне ну основная проблема в том что шевроны давали даже за поражение если ты пока попадал в топ-3 также еще очень было противно играть против трех арт в каждом бою еще одна основная проблема была то что в топе лидеров сезона были не сказал бы что слабые игроки но в основном это люди которые смогли целый месяц играть каждый день кучу бою на мой взгляд это три вещи которые были самыми большими косяками этого режима и так давайте посмотрим что же картошечка изменит здесь есть расписание единственно что нужно знать что вы сможете играть в ранговые бои с 11 мск и до 2 часов ночи все итак давайте начнем с основных изменений длительность сезона уменьшили на одну неделю в первом сезоне ранговых боев нужно было отыграть 4 недели каждый сезон по одной неделе во втором бета сезоне ранговых боев сократили на одну неделю это на мой взгляд очень хорошо поскольку ранговые бои настолько долго длились что ты уже просто забывал что там к чему уже концу там 4 недели уже ну не особо было интересно честно говоря это хорошо что сократили на одну неделю три недели это на мой взгляд и так много но уже хотя бы не избыточно четыре недели играть это просто не знаю как работа какая-то четыре недели каждый день кучу боев накатывается это жесть итак следующее интересное шеврон и теперь шеврон и будут за бой получают только тех кто победили это из победившей команды получат только первые 10 игроков по опыту в победившей команде последние по опыту пять человек ничего не получат ничего не теряют и в проигравшей команде также топ-5 игроков по опыту не получают не теряют ничего и 10 игроков которые в проигравшей команде хуже всего по опыту сырали теряют один шеврон таким образом мы получаем три кучки по 10 человек то есть лучшие 10 человек в победившей команде получают потом пять человек в победившей и пять человек в проигравшей не теряют не получают ну и в проигравшей команде худшие 10 человек по опыту теряют шеврон в принципе это правильно поскольку самая большая проблема была в том что поиграв немного в ранговые бои все переставали играть активно все становились изначально на красной линии в куст и пытались изначально играть на поражение но при этом настрелять урон чтобы с проигравшей команды выйти в плюс по шевронам но это был такой бред просто противно было играть в это дальше по поводу рангов чтобы получить первый ранг нужно всего лишь один шеврон второй ранг 3 шеврона 3 ранг 5 шевронов 4 ранг 7 шевронов и для получения 5 ранга 9 шевронов шевронов то есть увеличилась рангов осталось столько же ну на мой взгляд это хорошо при этом при всем еще шевроны будут давать намного хуже то есть раньше 12 человек получали за победу шевроны сейчас 10 и в проигравшей команде тоже никто не получает то есть увеличили количество шевронов изменили получение шеврона в бою то есть я считаю что уже не так легко будет набивать и шевронные ранги поэтому возможно это повлечет за собой то что меньше будет людей которые просто не умеют играть накатывают количество боев и пол попадают в топ и рейтингов ранговых боев получать за это награды я надеюсь что таких игроков будет меньше поскольку ранговые бои они сами из себя название ранг ты должен показывать хорошую игру чтобы достичь какого-то ранга а не то что ты просто накатал количество боев и все ты типа в топе по рангам там по таблицам это не мне прикольно дальше следующее балансировщик на мой взгляд балансировщик такой надо сделать и в рандоме поскольку но блин балансировщик будет теперь учитывать в типах техники еще средние тяжелые танки а в рандоме сейчас в одной команде может оказаться 10 т.т. а в другой 10 ст но в рановых боях это будет учитываться и и они перемешаются примерно поровну блин такое надо сделать и в рандоме я не знаю почему в рандоме такое нельзя сделать либо возможно это они будут тестировать и позже введут в рандоме потом по поводу арты сильно много арты каждый бой по три штуки бесит и они сделали на команду по 2 арты на мой взгляд на оба сразу делать одну и не париться и в рандоме точно так же но хотя бы 2 теперь они будут там сидеть в ожидании до усерачки ротация карт но они по убирали лишние карты и останутся только вот такие вот карты карелия малиновка химмельсдорф прохоровка энск лассвиль рудники мураванка эрленберг линия зигфрида монастырь топ в эсфилд песчаная река эль халуф аэродром фьорды рыбацкая бухта тундра хайвей тихий берег заполярье вин шторм париж промзона честно говоря даже х за какие нет карты там не ввели да и честно скажу вам мне вообще все равно на каких картах играть они мне все не нравятся уже давно по поводу наград тут они там много по расписывают всего и итогово что нужно знать что в первую лигу попадет 10 процентов игроков во вторую лигу следующие 15 процентов и в третью лигу следующие 25 процентов этого получается что награду получит только 50 лучших процентов а 50 процентов худших ничего не получит вот в принципе и все также говорят что увеличили награду посмотрим как она будет происходить по стримим это поиграем 18 числа пишите в комментариях свое мнение про первый бета сезон рановых боев про второй и вообще что вы про это думаете с вами был арчик играть красиво пока и Продолжение следует... Продолжение следует...